всем здравствуйте здравствуйте сегодня еще не снимала ничего а ребятишки делают уроки вот купила им лампу они и не включают даже сейчас ночью сейчас ночью у нас вот дилемма стоит не на не сяду я на телефон на больницу ехать вот не бабушки не дедушки не дядюшки не тетушки никого у нас нет крестину попросить женю в садику вести так у него у самой их трое куда еще с нашей там позиция в общем не знаю хотели мы тома болеет так бы увели бы но опять же нам надо ватчинский быть к 8 уже в больнице это примерно в 6 часов нам надо выезжать не в 6 там пол седьмого я уже всю голову сломала не знаю как быть просто мы ни разу томочку сзади одну не оставляли она устроит там скандал ну все сейчас и в интернете поищу можно ли ребенка на первое на переднее сиденье с это с автокреслом . милая ты что-то хочешь мне сказать иди сюда вставай как ну иди иди покажись какая это была красивая давай дочь я думал ты мне расскажешь идея женя такая расстроилась что я не пошла сегодня на день пожилого человека куда пойдешь тома температуре чё на нас так часто температуре вообще неизвестно нас девчонка ты не нашла согласие на прививки куда делал то знаете да дырка Вот скажи, пожалуйста, у тебя сейчас нос заложен? Да. Дарь, ты в нос говоришь. Ты ничего не слышишь, не чуешь, да? Ты дышишь носом, скажи мне? Не дышу. Нет, мне кажется, ты не дышишь. Вот она. Она прилипла. Ну-ка, покажи, какие у тебя оценки есть, дочушенька. Нет, у меня ничего там в воду. Я не выставляю. В общем, прививку на грипп и эрмонту. Я не имею права отказываться, потому что у нас все равно бывает, говорят, что дети государственные. Но дочи знают, что они приемные, поэтому отказаться я не имею права. Меня просто-напросто тут же сразу за жабру возьмут. Какое право вы имеете отказаться? Это и свои дети, там родители могут их. И от прививок отказываться, и не лечить их, и на домашнем обучении. Мне кажется, я это ничего не могу. Потому что поликлиника сразу позвонит в опеку, а опека вызовет меня, скажет, ну-ка, что это такое. В общем, прививки мы ставим. Ну, бывает, конечно, что я могу отказаться от госпитализации. Что я имею право, что я могу не ложиться с детьми, когда я чувствую, что... Ну, конечно, я обычно, я вообще трусиха. Я сразу начинаю скорую вызывать. И если что-то происходит... Сейчас, Алишенька, я тебе сделаю. Еще? Дарька, ну-ка, расскажи-ка. Что рассказать? Все же знают о том, что мы на ночь жульку отпускаем. А, сейчас расскажу. Дарья, красивая. Давай я расскажу. Да-да. Ну, давай ты расскажи. Нет, давай ты. Так ты же с тобой что-то приключение случилось. Мы вчера вечером, я говорю, Алина, пошли со мной на улицу. Мне нужно было в сарай зайти. Дарина говорит, мам, давай я с тобой пойду. Я говорю, ну, давай. Мы пошли, а там свет не горит. А у нас свет горит? Где баня? А жулька на диване. Подожди. Дарька такая смелая пошла. И тут жулька к ней. Представляете, ты бы видела, как она бежала, как она подпрыгивала, орала. Кто это? Кто это? Ой, боже, это было очень смешно. А я когда в магазин вчера пошла, вчера же в магазин пошла. Вчера же в магазин пошла. Да. Ухожу. И она так бежит сзади меня. Да, тоже чуть не... Потому что страшно, все темно, ее не видно, блин. И она такая, еще полозет, я такая... А не полозет, а бежит, хвостик махает. Я все равно испугалась. Угу. Страшил, как, блин. Как устрашиваю. Сзади нападает. А, а где спереди? Ну, смешно, конечно. Зато я еще... Зато так и себе... Ну, ты же ее любишь. А что ты ее там пинать пыталась еще даже? Да, она уже напугала меня. А Жулька такая присела сразу со страха. А Даринке? Ну. Дагдарька ее там чуть не прибила. Ой, ну, конечно. Потому что я не думала... Я думала, ты на нее пришла, я думала, она мне пошатила за мной. Потом ухожу, она на селятку и бежит. Я ее предупрела, что собака отпущу. Ну, собаку мы отпускаем сейчас, да. Ты, Алина, руки уже сделала? Я только читаю. Мало, что ли, задавали? Угу. Надо собирать вещи. Что-то я вообще сижу, ничего не делаю. Я так... Как Тома будет? Вот как? А не ее ни покормить, ни спать не положить, ни на горшок посадить. Ничего не могу. Сюда в полице лежала, что коснулась, ну, ничего. Так она маленькая была, дочь, год назад. Ну... А сейчас она все понимает. Даже вот мы в конце марта, начале апреля лежали. Все равно она как-то легко переносила. А сейчас вот даже на улицу мне не дает выйти. Сразу бежит, кричит. В общем, дети. Томочка на Алине, Женька на Дарине. Пришла садика, помогая раздеваться. Мамы нет, они всегда просят все сделать маму. Ну... В общем, помогайте детям. Хорошо? Ладно. Что, пойдемте кушать? Подожди. Что там делать? Путалась нарисовать циркулю. Угу. Ну, ничего, красиво. Я учила в четвертом классе. А нас их не учили. Ну, что, Алина, теперь будешь постоянно парикмахерский подстригать челку? Ха-ха-ха-ха. Ну, покажи, Алина. У тебя все равно надо... Не, у Алины на самом деле он толстый, густой, тяжелый волос. Ну, просто она слишком его профилировала и коротко сделала, да, Алина? Я сказала, что брови не видать было, а она мне... Как красиво тебе так. И все, Ленчик, Алина. Может, теперь увидели меня почти без челки. Почти. Ну, так ты подними. Нет. Почему? У меня виноват. Ну, так и не такой же. Так, видать. Да. Почему-то все говорят, что я брови крашу, и это мои брови. Ну-ка, покажи. Давайте я подкрашу. Не-е-е, еще... Не красили еще весной. Там, как она, замчут. Женька, Сашка и Дарина. Или Дарина не было? Угу. Брови вместе только. Нет, меня не было. Ну, я была, но мне не красила Алина. Я не хочу с ней. Она красила Женьки, Сашки только. Сашки. Так, Сашка такая сбрежная была. Вы еще ничего не заказывали, ни на Джону, и где? Не-е-е. А когда? Я посмотрела, короче, себе накажу себе бутылочку. Заказала... Там же сделала две, я рассказала Сленки Стресс. Потом еще хочу ту же сливу за столикую заказать. Закажу себе. Заказала. Да-да, Сленки Стресс. Да? Да, браслет мы с тобой закажем. Я уже посмотрела. Давай. Ну, давайте я сегодня вечером сниму, что вы там заказываете. Только вы прям список составьте, и чтоб видно было. Угу. Я вчера пришла, говорю, давайте видео снимем, что будет. Ну, давай, 10 часов уже снимать. А, Алина такая, все, я фильм смотрю. Зато мелкие не мешают. Да. Если я уже сосредоточила смотреть фильм, то я уже буду смотреть. Ну, какой фильм ты смотрела? Ужасик там подъявала. На ночь глядя еще такое смотришь. Ну, я вчера немножко смотрела, когда подглядывала, мне вообще страшно. Даже звук. Я что-то дергалась. Ты же боишься. Она даже ночью боится спать. Ну, я. А, да, Алина позавчера пошла к Женьке спать. Я говорю, Алина, у тебя вообще-то второй этаж свободный. Нет, она пошла к Женьке. Мне Женьке комфортнее спать. У нее тут мышка, по-моему, что ли, у дома два кота. И мышка скреблась, скреблась. Алина говорит, в 4 утра проснулась. И до 5 не спала. Побежала бегом к Женьке спать, легла. А, я помню. Я вообще ходила, ходила, смотрела, смотрела под диваном, все смотрела. Ну, нет, проснулась, боялась наступить. По полу, вдруг она на меня нападет. И как? Ты по креслу перелазила, да? Нет, я потом наступила. Пошла на кухню. Походила, походила, включала свет. Давай, смотри, там, давай, смотри, здесь. Давай, смотри, здесь. Никого нет. Пошла на улицу за котом. Нашла кота. Нашла кота. Выключила свет спать. Он как-то убежал от меня. Мне было страшно стало спать. Я пошла к Женьке. А, я, короче, помню, в лагере, когда я была... Я говорю, подожди, Дариночка, ложись с Дариной вместе на один диван. Нет, ни в какую. Рассказывай, Дариночка. Вот, короче, я такая в лагере, помню, в сокре была. Ну, у нас, получается, там четыре кровати. Вот тут я спала около шкафа. Через эту была, там, спала наша Ялечка, ну, воспитатель. И, нет, вожатый спал в другом корпусе. Ну, две воспитатели, ну, спали. Тут было две, это, и тут-то. Тут спала Арина и Саша, а тут-то Вика спала, вроде бы, как я помню. И вот, я такая сплю, сплю. И за что спала, у меня кто-то ползает. Такая просыпалась, а по меня жут ползает. Так стремнула, блин. Фу, я бы заорала. Конечно. Нет, здесь сплю такая, а по меня кто-то ползает. Вообще, потом такая просыпалась, вижу такая. Я знаю, что я хочу, когда ты назовёшь в неё. Жуткие истории. Потом я такая изменивалась. Так, какие ещё истории? А Нальта сказала, у них там тараканы завелись. Я не хочу жить побежителю. Там где тараканы? Там тараканов исполнить. Да не знаю, вообще-то, по идее, тараканов нигде уже нет. Откуда там тараканы завелись? А при самом, если бы я такая сплю, это таракан в неё в нос залёт. Кошмар. Это было бы... Вообще. Мне было страшно спать. Потом я вообще... Помню, там же ещё, получается, тебе бомбор был. Мы ходили там, гуляли со спитателем. И там было... Мне говорили, что это... Это такое вот дерево было, оно всё там... Как будто его нам сказали, что его молния ударила. И оно вот так вот повсюду было, ну, подгоревшее. Вот. И сказали, что... Это что тебе надо скажешь? Это пиковая дама живёт. Я боялась искать. А я... Несколько лет было, когда я ездила в Санкт-Пометей? Или в Ваге? Да, я не знаю. Ну, 10, 11. Нет. Так дальше? Меньше. Меньше даже? Подожди, где? В Томской области. А. Наверное, лет 7-8. Маленькая совсем. За два дня уехала. Потом ещё массивы с учениками забрали. И нам такие там... Там же две заброшки так вот стояло. Да, да. Ты же заброшки помнишь? Да. Там уже жуткие истории какие-то рассказывали, да? Да. То, что там невеста умерла. Там же бассейн такой был. Она там что-то плавала, плавала. А в жених ещё там всякие эти духи ходят. И потом после этого, после этих рассказов, я боялась выходить на улицу. Иначе... Так они вас специально пугали, чтобы вы никуда не ходили. Там правда две... Две заброшки, три заброшки стояла. А в какие этажные они были? В четырёх или трёх. Угу. Большие заброшки. И потом я прихожу в комнату, и там просто весь такой бардак. Почему? Я не знаю. Мне казалось, что ты там же кровь. Я ещё одна пошла. Я как ушла оттуда, и пошла оттуда с дихоточками. Ты маленькая была, конечно. Не страшно было, что разбудили песенкой. А с вами там вкусно. Я не люблю вот... Мы когда-нибудь в лагерь приезжали, мы начинаем всякие страшилки раскатывать. Все... Все друг друга пугали. А с вами мальчиками всегда пугали. А в чём-то там мальчик один-то был. Да? Кошмар какой. Ну, мы вам рассказывали так. Так что плавала за... Кто вожатый рассказывает? Распитательница. Что это по правде было. Ну, они вас специально пугают, чтобы вы не плавали и не выходили за пределы. Ну, может быть. А там разве и море, там же вроде бы бассейн. Да, озеро там. Разве... Озеро там, вот далеко за столовкой. Да? А-а-а! Точно, всё помню. Там ещё за больницей я сейчас подделала. Там ещё такой знак. Это даже человек, который вот перечаркан. Ну, что плавать нельзя, да. Ой, ну ладно, хорошо с вами болтать. Ладно, девчонки, давайте скажем всем до свидания. Всем до свидания. Пока-пока, до новых встреч. Пока. Пойдём, девчонок, кормим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова